Некоренная жительница этого села Александра Филипповна уже душой приросла к сухой буйволе. Пенсионерка больше полувека живет в этом населенном пункте и наблюдала, как жизнь менялась в лучшую сторону. Ремонтировались дороги, строились детские площадки, в домах появлялся водопровод. Нам в этом селе комфортно, потому что наше село благоустроенное. И жаль, что вы приехали в такое время, когда нет цветов. Весной, летом у нас благоухают цветы. История музея в сухой буйволе началась совсем недавно. Открыли экспозицию к 240-летию села. За несколько лет количество экспонатов увеличилось в разы. Тут и одна из первых карт населенного пункта и предметы быта первых жителей. В этих стенах очень любят рассказывать легенду возникновения названия села. Как утверждает, у хозяина этих земель, татарина, была горячо любимая дочь Бейбела. Он в благодарность ей за это и за любовь к ней назвал все воды, протекающие в нашей местности, ее именем. На старинных картах сохранились названия как Бейбела или Бибела. В переводе на русский язык это означает счастливый, богатый ребенок. В сухой буйволе дети действительно счастливы. Для этого есть все условия – игровые площадки, стадион, дом культуры с множеством кружков и прекрасные учителя. В этой школе основной упор делают на патриотическое воспитание. Например, весь этот кабинет сделан руками учителя ОБЖ. Мужчина смог заинтересовать военной атрибутикой даже девчонок. Начиная уже с четвертого класса ребята приходят, смотрят на это оружие, конечно, и говорят, что это боевое оружие, где применяется в вооруженных силах Российской Федерации. А сейчас и девочки заинтересовались. Вот именно больше всего девочек. У нас мальчиков очень мало, поэтому и девчата заинтересованы в этом. Глава села Александр Тиньков не скрывает гордости. Буквально на днях сухая буйвола стала самым благоустроенным населенным пунктом России с численностью населения от 3 до 5 тысяч человек. Почетный диплом вручил премьер-министр страны. Александр Тиньков не терял времени даром. Предложил Владимиру Путину решение самой главной проблемы села – как удержать молодежь в глубинке. Зная об инициативе правительства, что хотят поддержать сельских медиков, им давать миллион рублей на то, чтобы они оставались в селе, мне было предложение давать людям, сельским людям, молодежи, которым исполнилось 18 лет, от 300 до 500 тысяч. Ну вот этот вопрос именно Реон я поднимал, и Владимиру Владимировичу, как он будет рассмотрен, это я пока еще неизвестно. Работу Александра Тинькова оценили и на краевом уровне. Сегодня он получил диплом как лучший муниципальный служащий Ставрополья.